Обзор редактора Brackets, урок номер 29, ставим лайки, подписываемся на наш канал. А мы продолжаем дальше. Сегодня мы рассмотрим следующее расширение под названием AQFTP. Давайте мы его найдем, вот оно у нас, жмем установить. Это расширение устанавливает FTP клиент, и мы можем закачивать файлики из нашего редактора, точнее прямо из нашего редактора в интернет. Так вот, как все это дело работает? Смотрите, я у себя на тестовом домене создал папочку тест, и именно сюда буду закачивать файлы нашего проекта. В общем, как все это дело дальше будет плясать. Идем назад в редактор, смотрите. Первым делом открываем наш FTP клиент, и здесь жмем вот на эту иконочку, открыть менеджер соединений. Здесь давайте мы разместим оповещение, то есть, чтобы нас оповещало, что там подключилось, не подключилось, и сохранять пароли зашифровано. Далее, давайте мы создадим, точнее сначала применим. Здесь введите какой-нибудь пароль, так, чтобы вы его запомнили. Жмем ОК. Дальше, создать новое соединение. Жмем, и здесь я сейчас создам тестовый FTP. Давайте его назову. Тестовый FTP. Так, отлично. Так, дальше я укажу свой сервер, свою учетную запись. Так, обратите внимание, что когда вы будете что-то вставлять, чтобы с ним не вставился пробел, потому что если пробел где-нибудь будет, то вы уже не сможете подключиться. Так, аккуратненько все вставляете. Дальше указываем удаленный путь. У меня это HTTP. Так, docs, слэш и папочка тест. Вот так. И дальше указываем путь к проекту. Ну, в принципе, это мы потом укажем. Давайте сначала посмотрим, как это работает. Жму Применить. И все, закрываем пока что. И теперь смотрите. Например, давайте я открою AQ FTP очередь. И здесь нажму на эту иконочку. Так, тестовый FTP. Видим, у нас выпало окошко, подключился к серверу. У нас папочка тест пустая. Давайте мы, например, выберем папочку Images. В ней можно выбрать картинку прямо. Вот. И давайте мы правой кнопкой жмем и выбираем загрузить на FTP. У нас, видим, пошла загрузка. Ожидание завершено. То же самое сделаем с папочкой Screenshot. Правой кнопкой загрузить на FTP. Обратите внимание, что сразу идет загрузка вместе с папками, как у вас все находится в проекте. Видите, да? И теперь мы открываем AQ FTP. Видим, вот папочка Images. Вот картинка Peek.jpg. Вот папочка Screenshot. Вот QuickEdit.png. Давайте проверим, либо оно есть. Итак, тест. Папочка Images. Так. Images. Папочка Peek.jpg.jpg. Вот так. У нас сейчас должна появиться картинка. Вот она. Отлично. Возвращаемся назад. Теперь смотрите. Что дальше с настройками? Давайте мы ее откроем. И здесь есть еще также, даже если не подключен, и загружать файлы после сохранения. То есть, вот так вот мы ставим. Он начинает загружать файлы сразу после сохранения. И даже, даже если не подключен. То есть, если он не подключен, подключится и загрузит. Но здесь, внимание. То есть, чтобы он это делал, необходимо указать путь к вашему проекту. Давайте мы здесь нажмем вот на эту штучку. И путь автоматически к нашему проекту пропишется. Видите, да? Либо выбираете уже сами. Вот так вот. То есть, все просто. Так, жмем применить. Закрываем. И, например, смотрите. Что там у нас? Файл индекс.html. Давайте я здесь что-нибудь удалю. Два восклицательных знака. Нажму Ctrl-S. И видим. У меня автоматически началась загрузка файла индекс.html. Видим. Да. Если я сейчас обновлю эту папочку. То у меня вот она появилась. Видите, да? Правда, еще без стилей. То же самое с файлом стилей. Давайте я файл стилей. Например, что здесь? Поставлю 0.5s. Сохраню. И автоматически закачается файл стилей. Дальше. Если мы создаем какой-то новый файл. Давайте мы новый файл создадим. Ну, например, опять-таки, стиле.css. Жмем. И если мы здесь что-нибудь напишем. Body. Так. Решетка. Так. Или давайте просто. Background. Thread. Точка запятой. Сохранимся. И у нас автоматически закачивается файл стилей. То есть, теперь, если мы обновимся. Видите, что у нас есть. Ну, файл стилей у нас не применен в стиле.css. Потому что его надо подключать в файле индекс.html. Ну, вот таким образом работает. Вы закачиваете файлы проекта. Потом с ним работаете. И вот это расширение. Оно автоматически само по себе закачивает файлики без вашего участия. То есть, вы экономите очень сильно на времени. И сразу же можно посмотреть, как ваш проект выглядит в интернете. Продолжение следует.